Кто-то настоящий Лондон? Я использую английский язык. Я учитель? Да, я учитель. Программа Lingafone. Это программа Lingafone на 101FM. Мы продолжаем изучать английский язык. С нами директор Лингвистического Инновационного Центра Образования Наталья Гончарова, ведущие Дарьи Депузлеева и Ольга Болезина. Добрый вечер, девочки. Здравствуйте. Здравствуйте, как вы сегодня? I'm a bit sleepy today, and I'm a bit slow. Медленная. I was working and translating one text till night, so I'm just a bit sleepy. Well, as for me, I feel like that as well for the hell week. У меня почему-то вся неделя такая sleepy выдалась. Ты каждую ночь что-то делаешь полезное для людей. No, I think the weather... I depend on weather. Ну, как это, погода зависимая, надо сказать-то. Ну, в общем, вот погода зависимая, судя по всему. Я, потому что всю неделю погода как-то скакала, то так, то эдак. И вот всю неделю я хочу спать. Оля, and you? I feel I must be the only person that is brave, или человек, который бодрячком, чтобы разбудить вас здесь. Ну, тогда, наверное, ты и начнёшь нашу новую тему. А тема наша связана с летом и называется free time activities. Free time activities – это свободное... Время-предпровождение, да, то есть дела, которые мы делаем в свободное время. Не только ездим на дачу летом и смотрим футбол. Чем-то ещё мы занимаемся. Например, в городе мы занимаемся тем, что после работы или в обеденный перерыв, может быть, кстати, у нас уже был обеденный... Lunch break, мы идём куда-нибудь погулять. We can go out for a walk, for example. For a walk. Погулять. Do you usually go out for a walk during your lunch time? Я стараюсь. I try to. I try to. And you? Oh, every day I promise myself that I will do it tomorrow. But never keep off till tomorrow what you can do today. Так, это очень полезная фраза. Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. But sorry to say, there are always some deals or bad weather or something like that. That prevents me from walking. Постоянно что-то мешает. То погода плохая, то если погода хорошая, так дела какие-то. Если погода плохая, дел нет, но тоже не погулять. А, кстати, как сказать по-английски отговорки или что-то вот такое? To find reasons. Находить причину, почему чего-то не делать. Do you mean that I'm just finding reasons? No, you are busy girl. I believe. I see it весь. Но все-таки кто-то находит время и ходит, например, в парк. To go for a walk in the park. In the park. А как сказать вообще вот то, что мы это делаем в городе? In the city. In the city. Не town. Town – это маленький городок. City – это город побольше. А Киров – это city? Я думаю, что все-таки это city. Я думаю, Киров – city. Town – это уж совсем-то не знаю, может, там до 50 тысяч, ну максимум, не знаю. Это маленький город. Ну, вот, for example, Слободской is a town, but Kirov is the city. By the way, how many parks are there in Kirov? Конструкция – это Риздера. There is the era. Соответственно, имеется столько-то парков. There are. So how many parks do we have? Let's count. Окей. Давайте попробуем посчитать. Victory Park. О, господи. Это парк Победы. А, кстати, вот переводятся такие названия? Мы же переводим День Победы – Victory Day. Ага, а у меня еще такой момент. Вот меня очень интересует название на указателях, которые в Кирове сейчас размещены, эти туристические. Там написано, значит, Park named after Kirov. Вот насколько парк логично так называть? Потому что я бы его просто назвала Киров парк, ну, по образу и подобию, там, горький парк. Я считаю, что, вернее, было бы взять имя или вот фамилию и, соответственно, поставить ее как определение. Киров парк, Гоки парк, Гагарин парк, Александр, Гарден, we have it. Наталья все парки вспомнила практически. Заречный парк еще, да. Какой-то Behind the River. Behind the River парк. И гендрологический. Green Park. Green Park. Экологический парк, I don't know something like this. А еще есть Кочаровский парк. Кочаровский. Where is it? Там, где бассейн быстрится. Okay. And what is your favorite park, Наталья? I love Alexander Garden. I live not far from it, exactly at the embankment. So, it takes me five minutes to get to the park. And I love walking there in the evenings after walk. Жить рядом с Александровским парком, набережной. Yes, right. Красота. Lucky you are. Do you see many people running there or doing other things? Yes, always. A lot of people jog. Бегать трусцой, пробежка – это jogging. A lot of people jog. A lot of people walk. Or walk with their dogs. So, there is some kind of open-air gym. So, you can go and practice some sport there. Ну, кстати, к слову, open-air gym. Мы тут с Олей начали постигать новомодные направления и новомодные английские словечки. И вот вспомнили слово workout. Workout уже не будет по-русски практически. Мы как-то наивно полагали, что это относится к любому виду деятельности, который производится вне какого-то помещения. Но оказалось, что это исключительно вот какая-то физическая нагрузка. Так что, наверное, there are many people who are practice workout in Alexander Garden. А еще скандинавская ходьба у нас в Кирове сейчас становится популярной. Как это? North walking. Северная ходьба. North walking. Даже в русском языке north walking. Оно уже все перешло в русский язык. Оля? Не встречала. And your favorite park? My favorite park is Alexander Park 2. Он, по-моему, ближе всех остальных к моему дому, но не в пяти минутах, конечно. It is the closest, самый близкий. Or the nearest, самый ближайший. It is the closest. We have forgotten one more park. The closest to me. Парк у Дворца Пионеров. In the English equivalent. So, the park near the Pioneer Palace. Pioneer Palace. Will I continue, please? My dream is to visit Alexander Park and to spend some time there reading. Хочу посидеть, почитать, но я все время занята тоже. I'm always busy. I'm always busy. So, you are business ladies. Кстати, кто-нибудь когда-нибудь видел в парке читающих людей? Have you ever seen people who are reading in parks? I saw people singing, playing the guitar and singing. Simply a guy playing the guitar and the girl sitting by him, singing. And so, they are... Это вместо подъезда теперь используется, да? Yes, something like this. I don't remember if I saw people reading. But as for me, I personally love to take a book, go somewhere to the country and read for some hours. It's just not thinking about daily problems. То есть, когда вот рисуют эту картину, то есть природа и человек читает книжку. Я когда обычно беру книжку куда-то на природу, начинается. Кто-то ползет, кто-то жужжит рядом. Тут солнце светит, тут мешается, тут в глаз, тут еще куда-то. It's awful. For me, it's just awful. I can't read in... Opener. Outdoors, да? Outdoors. Outdoors. Because there are many... Distractors. Это отвлекающие... Distractors. Distractors like... Да, distractors like insects, sun, wind... Pea buzzing, bees buzzing. Так, давайте все переведем. Mosquitoes. Bees buzzing, что ли? Это жужжание пчел. Buzz. This is the sound of bees. Buzz. Buzz. Bees buzzing. Все жужжит. Bees are buzzing. Комары кусаются, солнце светит, люди ходят. So, I prefer to read at home. А, кстати, reading books может относиться к free time activities? Yes, of course. Или это не activities? Ну, вот, да, есть разница, там, просто отдых какой-то или активный отдых. Well, activities, it doesn't mean that you must do something active. It means that it is something that you do when you have free time, when you are not working, so you do some activity. Maybe dancing, singing, reading, walking, sleeping, it's all free time activities. Sleeping. А у нас это все называется отдыхом, что я лежу, сплю, что я там, не знаю, где-то бегаю на природе, да. Это having a rest. Have some rest, окей. А это синонимы тоже будут в английском. Free time activities, hobbies, rest, have rest. Да? Это будут синонимы. Ну, вот мы перебрались за город. А, нет, подождите, мне кажется, что в городе еще можно что-нибудь. А кататься на велосипеде, например. В цирке, например, да, или кататься на велосипеде. To ride a bike, go biking. Медведи катаются на велосипеде в цирке. Bears are riding the bikes in the circus. Интересно, у тебя логический, logical chain. А что, мне кажется, есть такой аттракцион там. Сейчас же есть представление white bears in the circus? Интересно, они там катаются на велосипедах или нет? I don't know. Do you like circus, Оля? И все так погрустнели. А я отдувайся. I feel pity for animals in the circus. It's my opinion. Вот я бы, наверное, согласилась. Как сказать, я согласилась? I agree. I agree. Я поддерживаю. I support. I support. Я придерживаюсь той точки, этой же точки зрения. I agree with this point of view. I agree with this point of view. Слушатели, записывайте. Полезно все очень. А я могу даже добавить что-нибудь пафосное вроде. I can add something pathetic that people must be entertained by people, but not by animals. Людей должны развлекать люди, а не животные. But still, our colleague, Александр Расохин, who visited our program when we were talking about football, he is fond of Cirque du Soleil. Circus du Soleil. Well, that is a good kind of circus, I think. It's another kind of circus. It's exactly the performance. It's more performance than circus itself. So there are a lot of athletes and artists. So they work all together and they make a show, a performance. Так, а давайте переведем теперь для тех, кто еще не очень владеет языком. Даша вспомнила, что наш коллега, да, Александр Расохин, ему очень нравится представление цирка du Soleil, где выступают исключительно люди, атлеты, акробаты. И они создают шоу, они создают представление. Это какой-то другой уровень цирка, нежели к тому, что мы привыкли видеть. И в нашем понимании цирк – это животные, которых дрессируют и которые что-то показывают, какие-то трюки. В основном клоуны, там, да, может быть, какие-то еще люди, которые выполняют, тоже показывают представление. Дю Солей – это целое шоу, это целый спектакль. It's a performance. А как нам сказать, мы собираемся в цирк? We are going to the circus. We plan to go to the circus. Мы купили билеты. We've bought. Да, вспомним уже как факт случившийся результат. Вот у меня на руках билеты, время present perfect. We have bought tickets. Еще и уже купили. We have already bought tickets. Билеты очень дорогие, но мы их купили. So the tickets are really expensive, but we managed to buy them. Смогли купить. Если, допустим, задать вопрос, нравится ли вам или нравится ли вашим детям ходить в цирк? Do your children love circus? Do your children love? Like, love можно разное. А фондов у нас с вами тоже это выражение было. Оля, does your nephew like to go to the circus? Это nephew? Племянник. Племянник, да. I think he loves to go to the circus. А, кстати, loves или like лучше, что лучше или без разницы? Like – любить в нейтральное значение слово. Нравится – любить. Love – это очень сильно любить что-то делать. I like to go to the cinema, but I love theater, for example. Показать степень влюбленности в то или иное дело. А вот если, допустим, цирк мне нравится, I like circus. Как сказать, мне понравилось вот это вот выступление, там, вчера, допустим, я его посетила. Ну, здесь уже давайте наслаждение возьмем. I have enjoyed. Или I enjoyed the performance yesterday. Like не подходит. Я бы сказала, как… Ну, тут ты знаешь, что тебе уже понравилось. А тут вот ты прямо… Enjoyed. I like the performance. Мне понравилось представление. Ну, это, например, там, кто может сказать? Родители, которые в пятый раз привели на один и тот же спектакль ребёнка в кукольный театр. Пятого ребёнка в кукольный театр. Например, да, или воспитатели в лагере, да, вот уже смотрят и… Ну, I like the performance. Мне нравится. А если I enjoyed, уже здесь моё личное отношение, моя любовь к тому, что я увидела. Соответственно, I enjoyed the performance. I enjoyed the film or the play in the theater. А как сказать вообще, вот, там, это было классно, не знаю, круто, красиво? It was great. It was super, превосходно. It was wonderful. It was brilliant. It was amazing, восхитительно. It was fascinating. Поразило, да, там, в хорошем смысле этого слова. То есть много очень слов, выражающих твоё отношение. А вот это вот cool? Cool, пожалуйста. Cool можно. Это разговорный? Очень разговорный. It's cool. То есть там какому-нибудь официальному товарищу я не скажу, что я рекомендую вам сходить на это мероприятие. It's fascinating. Fascinating. Fascinating, wonderful, amazing, great у нас есть, да, более или менее подходящий под стиль делового общения, да, и в более неформальной атмосфере можно говорить. Cool – это так уже среди друзей. Now I think it's high time to go to the country. Let's go to the country. Пора перебираться за город. За город это country. Let's go to the country. И там мы, наверное, попрактикуем, как вы сказали… Please, no gardening, please. Нет, не негативную оценку. Нет, мы как раз об отдыхе, не о том, чтобы пахать, а о том, чтобы отдыхать. Gardening is a free time activity, so it can be really… For my mom, yes, it's free time activity, but now we are speaking about ourselves. Yes, okay. Country – это вообще вот поляна там в лесу, если я приехала, это тоже кантри уже. Да из города ты выезжаешь, вот и всё, вот и кантри началась. За городом. Поляна… В общем, это тоже ведь кантри. Я поехала в кантри, неважно, там это поляна, в лесу. Это за город. Go to the country, заехать за город. Заречный парк, допустим, его какие-то глубины. Нет, тут видишь, тут нужно понимать, что заречный парк – это же всё равно ещё город. Ну, не знаю. For whom how? Для кого как? For whom how? Географически, ну или там на карте, может быть, для меня бы, наверное, тоже было что-то такое. Расскажи об этом жителям Коминтерн, которых ты сейчас отправила to the country, за город. А что мы делаем обычно за городом? То есть, если вот понимать free-time activities именно как activities, например, можно ходить в походы. Oh, so we can go camping. Camping. Оля, do you like camping? Camping? No. Выдели бы вы сейчас выражение Олиного лица. Have you ever tried camping? Когда-нибудь ты вообще вот с рюкзачком, с тушёночкой? Есть разные вещи. Можно поехать, там, не знаю, на машине с рюкзачком, ты всё туда удобно сложил и вечером домой. Нет, а так, чтобы вот прям to have a night in the camp, чтобы вот в палатке переносывать. This story is not about me. Эта история не про меня. It's not for me. It's not for me. Why? I like... Comfortable atmosphere. Или условия. Conditions. I like comfortable conditions. Наталья, and you? I used to go camping when I was a child and a teenager with my parents. I can't say I loved that a lot, but I can't say that I didn't like it. So, it was okay for me. But now, well, I feel like having rest, not camping, but maybe picnicking. В русском есть у нас такое вот выражение, тепличные люди. В английском есть какой-то эквивалент? Теплица есть, green house. We are green house people. Вот, мы тепличные люди. As for me, my longest, как это, camping was in... Walking trip, можно тоже, да? Walking trip. Ну, это был не совсем walking, конечно, trip. We went to the festival in Краснодарский край. It was six years ago. Шесть лет назад мы ездили на фестиваль. We decided not to rent a flat and took tents with us. Так, давайте, пауза. Да, шесть лет назад я ездила на фестиваль и почему-то решила не снимать квартиру, а жить в палатке. Сейчас нас тоже интересует почему-то. Почему мы это решили? You were young and brave and energetic. Not so young, but really brave and energetic. Festival took three days. Lasted. Lasted three days. For three days. For three days. Фестиваль три дня длился. И вот все три дня мы жили в палатке. Тут можно past continuous, да, использовать? We were living in tents for... Three days. For three days. And now you should understand that it was Краснодарский край. The temperature was... Something like 40. 40 degrees. Пласс, конечно же. We were in hell. Really. То есть мы в аду были на самом деле, потому что... There is no... Shadow. Shadow. There is no shadow. And there is no shelter. Это как бы... Укрытие. Укрытие. No shelter. No shadow. Just a couple of kilometers of beach. Ну вот просто вот два километра. Берега моря. No buildings. И палатка. И все. И палатки. И солнце. И палатки. It was awful. And... Did you like the festival? Festival was okay. We came back there next year and then next year. So... But we rented flats. Окей. Учили свои ошибки и снимали уже потом жилье. Вот. Но с той поры... Перфект лучше сказать, что я вот в палатках-то больше не жила. I've never lived... Since that time, I've never lived... Intense. Intense. Окей. This is my story. А я заметила, вот вы же спросили, did you like... А Даша должна была ответить, что я enjoyed фестиваль. Могла сказать, I enjoyed the festival, если уж там хотела выразить эмоцию большую. Но тут все эмоции ушли на тенты. Все. Поэтому I liked the festival. The festival itself was not so interesting for you. То есть история о самом фестивале, не думаю, что такая уж интересная для вас будет. Все, все было. Окей. А ты почувствовала, каково там быть курагой, допустим, да? Или вяленым каким-то фруктиком. Ну, кстати, вот если опять возвращаться у нас от конструкции there is, there are, we were counting minuses. Мы вот все как-то минусы считали. But there are some positive. Yes, and advantages. Advantages and disadvantages. А недостатки? Disadvantages. Как легко. Advantages and disadvantages. Можно еще pros and cons. Тоже плюсы и минусы. Pros and cons. Pro и contra. Немножко трансформированный. Pros. Pros and cons. Сти. Конс. Конс. Итак, наши pros and cons about going to the country. I will begin. Окей. There is fresh air. Это что хорошего там, да? Да. Свежий воздух. Но не в краснодарском крае. Не в краснодарском. It's peace and quiet. Тихо и спокойно. Но не в краснодарском крае. What else? Оля, your turn. Так, peace and quiet. Это вот описывает все. Тишина и покой. Нет машин. There are no cars. There are no cars. There are no people. Are no people. There are no people. People. Это are. Да, множество значений. There are no people. There are no domestic. Нет домашних дел. Household. Household. You have never been camping. I understand. If you think that there are no domestic duties. Но они там другие просто, да? Household. Это вот домашние дела какие-то, обязанности. Household называется. Well, I can add... Can. Модальный глагол. Прошу заметить. I can add beautiful landscapes. Right. Красивые пейзажи. Наталья, what can you add to our list? Positive list. Positive list. Positive list of going outside. You can rest and sleep as long as you want. So you don't need to go... On hard bed in a tent. Yes. Oh, sorry. На твердой кровати в палаточке спится. Прямо вот часами, сутками. If you think about your trip to the country in advance, you can take something more comfortable. Something like bed. Если вы заранее побеспокоитесь о своем путешествии, что-нибудь придумаете вместо неудобной кровати. You can take several blankets, put it into the tent, and it will be softer. Several blankets? Блэнкетс – это, ну, одеяло, покрывало. You can put it in them into the tent. Можно положить. Можно сделать это в повелителе наклонение. Чтобы тебе было удобно, возьми. If you want a comfortable bed, take the blankets, put them into the tent, and sleep long and peacefully and enjoy your rest. Ну, вот мы просто повелительное наклонение особо не разбирали, но ничего сложного тут нет, я так понимаю. Так же аналогично, как в русском. Сядь, встань, принеси. Просто инфинитив. Да. Или не ходи, не говори, там, еще что-то не делай, да. Да, то есть в английском мы берем просто глагол sit down, stand up, take the blanket, put, enjoy, наслаждайтесь, да. А если нет, то don't. Don't go out, не выходите на улицу. То есть даже учить ничего дополнительно не нужно. Абсолютно. Все мы знаем. Очень просто. Мы берем просто глагол без частицы to, если хотим утверждение сказать. И если хотим отрицание, тогда don't плюс слово, плюс глагол. Я хочу все еще одно немаловажное, на мой взгляд, positive moment about going to the country. Every meal, I think, every dish is very tasty. На природе просто все очень вкусное. Неважно, что ты ешь, макароны с тушенкой, салат какой-то из овощей, все что угодно. А я отметила, что наши радиослушатели не видят, а мы вот тут видим, как Наталья, помимо того, что нам говорит, всякие непонятные слова, она еще их объясняет вот с жестами. И это облегчает понимание, но нас не видят, поэтому я немножко перевожу. У нас радио, трансляция, не телевидение. Часто помогает вот это вот наше все размахивание руками объяснить людям то, что мы не можем словами передать. Конечно. Все невербальные способы хороши. И я не знаю, я использую даже не уделяя этому особое внимание. То есть это как бы само собой для меня разумеющееся привлекать жесты для объяснения чего-либо. Мне кажется, так, ну как-то более эмоциональнее и... Больше шансов, что вас поймут. Ну, собственно, нашим слушателям я бы тоже посоветовала использовать не только тот запас лексики, простите, которым мы уже успели обзавестись за все наши программы, но и жестами, если что-то вдруг непонятно, всегда можно вот ручками так хоп-хоп-хоп что-то сделать и объяснить. Это была программа Лингофон. В студии работала Дарья. Наталья Гончарова, наш преподаватель, и моя соведущая Ольга Балезина. Очень удивлены тем, что время наше подошло к концу, но, увы и ах, это так. Получается, что об отдыхе можно все-таки бесконечно разговаривать, если это не гарденинг какой-нибудь. Что ж, пожелаем вам приятного отдыха, как это будет сказать... Ну и заглядывайте на хакирова.ру, там в разделе программы все наши эфиры. Программа Лингофон была с вами. Программа Лингофон.